всем привет это громкие рыбы очередная серия прожарки она отличается от всех других тем что к нам придет настоящий татарский исполнитель в качестве гостя кто это мы пока не скажем вам интрига это станет загадкой для тех кто не видел название у нас уже были клипы криминальные были клипы романтичные а сейчас будут клипы которые начинают с того что парень смотрит на постер концерта певицы и влюбляется в нее и едет за ней в город это тоже отдельная гигантской категории клипов их много так не должно быть но это очень популярность почему-то как вы понимаете залежи пригодных для прожарки татарских клипов становится все меньше мы сейчас ищем уже такие как бы сланцевые месторождения татарских клипов и так клип рафаэля якупова кино 10 он часть того что молочек работает в деревне потом он садится за обеденный стол и его родственники спрашивают как вообще у тебя дела если девчонка на что он вздыхает что понравилась ему одна городская особа молочек видит алину ахметову не хватило все-таки бюджета на реквизитора на этом ролике поэтому парень снизу он просто чешет плакат молодой парень стоял так сказать на стрёме но охранял он видимо только одного из этих двух людей видимо брат за брата голый за голову на верфель переходит в осознанные сновидения в которых он пытается освободить юную фрекистку и вот мы видим как алина открыл дверь абсолютно незнакомому человеку даже приняла цветы но именно запах у цветов видимо вызвал некоторые недоверие только из-за этого она прогнала совершенно незнакомого человека который почему-то ломит себе дверь но в то же время что и бояться ведь она же супер женщина рафаэль продолжает свое движение по подарочным стереотипам и пытается подарить шампусик и конфеты но даже куркунов не может спасти эту ситуацию он же идет не к врачу далее рафаэль дарит котенка и о чудо это именно то чего не хватало алине и у них вроде бы начинаются отношения но отец рафаэля будет его ведром с водой уян гоняева урюшерского сказали видимо было какое-то здесь и что он говорит сын очнись это мир это напоминает мне twin picks третий сезон чуть-чуть я всегда буду искать отсылки к тын пиксу подают кто-то один не посмеется над этой отсылкой кирилл давай вкратце вердикт операторское мастерство 222 канона из пяти 3 никона из пяти следующий исполнитель он должен был попасть во все предыдущие наши выборки потому что ее каждый клип это просто что-то с чем-то мы посмотрели большинство его клипов и мы на самом деле не хотели его а прожаривать поскольку ну знаете такие домашние съемки к ним как бы не придерешься но когда мы узнали что так снимает уже на протяжении 10 лет и один клип набрал 750 тысяч просмотров мы подумали черт возьми пора прожарить такира асал гаряя такир асал гаряй видит афишу с концертом в городе какой-то певицы причем концерт в городе не певица не город не указан конкретно он берет этот постер и несет его к своим друзьям такир асал гаряй видимо предлагает вместе отправиться в этот город дальше они стоят в машину и казалось бы сейчас начнется клип полный приключений каких-то неурядиц во время пути в город не дальше они просто будут минуту танцевать возле машины а скажем так вообще весь клип они дальше будут танцевать возле машины будут ли танцы сбоку машины не только танцы сзади машины не только танцы спереди машины будут ли танцы где человек стоит на капоте другой как бы стоит оперевшись аж ширину другой сидит внутри салона нет только танцы спереди машины нет а вдруг это просто исполнитель хочет чтобы этот танец он стал как этот как скибиди па 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 я не знаю как как скибиди в моем детстве это было скуби скуби ду это было совершенно другое значение ну ладно будем честны есть один кадр асал гарай идет на камеру и закрывает собой объектив и становится темным темно и казалось бы что она ждет после этой темноты куда она дальше приведет повествование мы оказываемся возле машины обычно эти вещи используют того чтобы перенестись куда угодно но не только не в том же месте где только что снимали помните эти ролики где вот так вот на камеру делают и переносит в разные миры давайте посмотрим как этот ролик посмотрелся бы у тахи рассел гарей клип называется яшель кузляр что переводится как зеленые глаза и смотря на них я представляю что наверняка у них был такой диалог между собой ребята помните да наш клип называется зеленые глаза да на мне зеленая рубашка зеленые очки и это волга хоть черная но на ней зеленая фара и ее было очень тяжело достать кухерами кто из вас ты не привез ничего зеленого обидно же подали бегу да но этого очень мало собственно может хухуху а когда я был обнаружен ренегат на 4 минуте клипа произошло вот это так сказать человек который сделал чуть получше танцы чуть улучшить картинку хотел не надо так танцевать понятно не надо вот только так и только так понятно никакой самодеятельности мне кажется эти танцы может почти только одно вернемся к цели нашего поиска у ребят была информация о том что концерт будет в городе к слову это все что они знали о концерте к сожалению даже не знали какой именно город они попытались прорезать в пару зданий города но у них не получилось однако все таки татарские клипы должны завершаться неожиданной случайностью и это исполнительница проходит мимо них в конце она оборачивается и смотрит на них и нам остается только гадать чем закончилась эта история но мы знаем что у этого исполнителя есть свой отдельный клип мейкер он делает большинство его клипов просто небольшой совет посмотрите пару туториалов на ютубе как снимать с рук или со штатива это поверьте улучшит картинку процентов на 50 потому что я флегматик он сангвиник поэтому такая разница ты знаешь я бы хотел чтобы эти клипы остались именно такими что-то искренне настоящее как будто бы творчество ребенка который еще совершенно не знает ни о чем что должно быть в этом мире совершенно не понимать его законов но но он старается этим оно прекрасно только вопрос а так ли должно быть у взрослых людей и у серьезных исполнителей почему важно говорить о качестве татарских клипов потому что очень много туристов проезжает в казань и что они видят они идут по красивой улице баумана им все нравится они заходят в ресторан национальной кухни им она тоже нравится они поворачиваются налево на плазменный экран и видят татарские клипы и что там будет идти непонятно и поэтому чтобы не упасть в грязь чтобы не сесть на лиц чтобы не упасть в грязь лицом давайте повышать качество татарских клипов это ладно если обычный турист приедет а вот ты представь сколько там при трехмиллионный турист кстати казань организует розыгрыш розыгрыш от казани выложи в инсту видео с приветствием для трехмиллионного туриста из любимого места казани подпишись на аккаунт go kazan.ru а также поставь вот это вот хэштег и ты сможешь выиграть призы на 10 тысяч рублей надо срочно участвовать вот сейчас наша новая рубрика прожарка со звездой а вот и он встречайте решат тухватулин и так решат скажи на пожалуйста ты человек самый статарской эстрады скажи почему почему так происходит может быть здесь какой-то масонский заговор вы как-то договорились чтобы клипы были такими да нет мне кажется никакой договоренности нету просто плане техники у нас конечно есть слабизна и вот если замечаете то в последнее время все наши клипы становится более качественно мы все плохи да плохие клипы говорим может быть здесь хорошие вот у кого хорошие клипы на самом деле я слушаю сюда песню нежели смотрю на клипы но и обращаю внимание на клипы тоже мы обращались и московским лейблом кто снимает хорошие клипы например таким певцам как егор крит black star там обращались суммы там конечно пугающие скажем 5 миллионов там клип стоит у нас это стоит скажем пять тысяч но примерно такая разница но они тебе снимут такой клип который наши публики никак не воспринимут она не станет от этого лучше вот ты знаешь сейчас такая эпоха как вот юрий дудя сейчас так все спрашивают открыто сколько стоит татарский клип первый клип нам обошелся 60 тысяч рублей клип на хаббаты 500 тысяч просмотров второй клип нам обошелся чуть чуть подороже там скажем 150 тысяч а третий клип вот последний это уже где-то 250 тысяч я был недавно отдыхал этим летом в кизиной ам это чечня была такая красота такой пейзаж у нас были 3-4 камеры которые но очень профессионального но мы все равно не смогли передать вот как бы ни старались и с утра изго из горы снимали и могли передать вот эту красоту на камеру это вы так сказали чтобы на всякий случай не изменяться перед чеченцами шучу шучу это шутка из тех стаканов которые пьют обычно пьют алкогольные напитки если это алкоголь напиток то это больше похоже на апельсиновую отвертку не очень дамский напиток меня что интересует вот непонятно это на квартиру не похоже на кафе ресторан тоже не особо похоже ну по плитке мозаичная похоже кого-то сауна если честно парни предлагали что у девчонки отказались учитывая что это похоже на сауну а обратите внимание на этот синий кусок с правой части экрана такое чувство что оператор снимает из-за биотуалета на улице а ох уж эти божественные реакции мне кажется все с первого дубля было снято да вот сейчас да после уже 40 дублей а но в следующем кадре парни все-таки дождались девушек и сыграли на баяне а это что означает ну все так сказать сердце девчонок навеки их зима ребят хромко и тула это разновидности аккордеонов или это они вместе не сыграются о ну это мы конечно не знаем если бы и вот здесь видно у кого украл идею тнт с шоу холостяк может быть такое что они подобрали аккордеоны под девушек индивидуально то есть девушка обидеть бы если бы три парня с одинаковыми аккордеонами пришли с баянами тут видишь кто-то хромку подобрал кто-то под темперамент девушки хронко он какой вообще аккордеон такой аккордеон нет Тимур сейчас ты сам допускаешь грубые ошибки значит есть хромко есть гармошка гармонь и есть баян аккордеон перешли в передачу диалоги диалоги баянах хронкох и аккордеонах а 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 и далее по сюжету видим что парни наконец-таки разбирают своих девушек так сказать и везут их кто на чем кто-то на мотоцикле кто-то на приори возможно скорее всего это калина значит все ты не в градионах и в машинах вообще не разбираешься ну и наконец ну и третье видимо тоже быть тоже по нарастанию видимо кто-то на джипе тоже приехать но нет он скромняга с букетом цветов пришел покорять сердце свои даны у нас дико заедает песни обычно у нас пол офиса ходят и поет разные татарские песни талпана да рима никитина у нас в топе на самом деле мы не настолько въедливая мелодия что ну музыку мы не обсуждаем нам она очень нравится с нами решат тухватуллин ура нам повезло что звезда именно такой величины у нас в качестве первого гостя поэтому надеемся надеюсь еще больше но скорее всего салават к нам не придет что ты хотел бы сказать зрителям когда ближайший концерт мы все таки как вечернем органте можем так сказать про рекламировать про ваш проект хочу сказать и правильно с одной стороны что они должны развиваться если мы это никогда не будем молчать то у нас всегда так и будет я хочу чтоб наша культура она развивалась потому что мы народ очень талантливый очень старательный народ ну и спасибо вам огромное за приглашение мне очень было приятно с удовольствием приехал что-то не так извините все так все так или то это чеченца Шучу Решат тухватуллин! Ура!